Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова мы обсуждаем события, которые произошли на финансовых рынках, следим за тем, как отрабатываются долгосрочные инвестиционные идеи, заглядываем вперед, ожидаем какие-то серьезные триггеры для рынка, ну и стараемся, безусловно, к ним подготовиться. Центральной новостью, событием фундаментальным для всех площадок остается факт роста торговой напряженности между Соединенными Штатами Америки и в целом всей оставшейся мировой экономики. При этом мы видим то, что пошлины, которые являются такими точными решениями США, характерны и распространяются на довольно влиятельные экономики, которые, в принципе, даже из посылов общей справедливости, ну не могут себе остаться в стороне и не ответить. Поэтому Европейский Союз уже, как было принято фактически решение еще неделю назад, начал действительно огрызаться, тоже установил импортные пошлины уже на продукцию, которая поставляется со стороны Соединенных Штатов Америки. При этом это запущенный, скажем, такой цепной механизм, реакция, которая спровоцировала лишь еще большую агрессию со стороны США, потому что, как вы знаете, действительно это не какая-то сказка, которая присутствует на финансовых рынках. Нет, это самое, что ни на есть реальность, серьезные озвученные планы, которые могут быть реализованы Штатами по введению импортных пошлин на европейские автомобили, то есть по самому больному и важному ударе сейчас для Европейского Союза. Я думаю, что, друзья, если фундамент для вас не простой звук, вы прекрасно понимаете, к чему, собственно, все это может привести, что может впоследствии произойти и с европейской экономикой, и как это, в конце концов, может отразиться на курсе всем известной евровалюты. Я думаю, что о евро мы с вами, безусловно, сегодня поговорим, как и всегда, когда наступит черед пары евро-доллар. Если пробежаться по содержанию экономического календаря сегодняшней торговой сессии, прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, что мы сегодня ждем выступления господина Маккаферти, который является одним из девяти голосующих членов британского регулятора. И не просто одним из девяти. Скажем так, немного сузим вот эту воронку и обозначим, что Маккаферти – это один из трех представителей британского регулятора, который выступает за необходимость повышения процентной ставки. Я считаю, что Маккаферти является лидером мнения вот этой оппозиции в пользу более жесткой монетарной политики. И сегодня его комментарии вряд ли пройдут незамеченными для динамики британской валюты. Если вы спекулируете фунтом, если этот валютный риск представляет для вас интерес с точки зрения длинных позиций, и вы вместе со мной верите, то, что британский регулятор идет, опять же, приближается постепенно к августовскому заседанию, когда ставки будут повышены, Вот эти комментарии, сигналы, периодически появляющиеся на рынке – это как раз дополнительный фундамент, который мы, будем надеяться, сможем использовать для того, чтобы отрасти еще больше. Текущие котировки 1.33 по британцу нам, безусловно, нужно забираться повыше. Но основной фундамент по британцу, он все же приурочен уже к закрытию недели. Сначала у нас пресс-конференция Кармни, это, собственно, в среду, а в четверг и пятницу состоится саммит Европейского Союза, где будут, я думаю, во всех подробностях обсуждать и текущую ситуацию договоренности, прогресс, либо камни преткновения, которые зафиксированы по процессу переговоров касательно Брэкзита. Мы за этим событием тоже следим, поэтому я вас параллельно буду готовить к этому саммиту. Если на рынке будет интересный фундамент по этой теме, вы первыми от меня о нем узнаете. Ну и также сегодня в 23.30 классический отчет для вторника – это статистика от Американского института нефти. Не думаю, что, конечно же, этот релиз каким-то образом серьезно скажется на динамике нефти, потому что рынок продолжает отходить от решения ближневосточного картеля, скажем так, Содружества ОПЕК+, в рамках энергетического пакта об увеличении нефтедобычи. И, наверное, как минимум эту неделю мы будем говорить только об этом решении и о том, каким долгосрочным последствиям оно может привести для, собственно, всего нефтяного рынка. Давайте теперь плавно перейдем непосредственно к бренду. Клосс 74.60, 74.72 – это текущие котировки. Закрытие прошлой недели на факте принятого решения обернулось в восходящем ралли. Цены летом в районе 75 долларов за баррель. Открытие недели уже с гэпом, да и в целом можно сказать то, что даже несмотря на тот прирост, который был показан незначительный внутри торговой сессии понедельника, все равно цены закрылись ниже, чем уровни, на которых мы видели этот актив под закрытие прошлой недели. Поэтому считаю, что мы вправе говорить пока что о локальном доминировании продавцов, которые, будем надеяться, станут использовать те фундаментальные возможности, которые у них есть, чтобы оказать еще большее сопротивление покупателям. Ну и наконец-таки, собственно, создать себе дорогу, расчистить ее, расчистить путь для того, чтобы котировки постепенно смещались уже в район 70 долларов за баррель. Немного давайте обсудим еще раз, пожалуй, те решения, которые были приняты в рамках встречи ОПЕК. После многодевного заседания фактически было принято решение довести процент исполнения уровня исполнения договоренности по снижению производства нефти до 100%. Если мы посмотрим, насколько этот уровень перевыполнялся, то придем к выводу, что речь идет о, скажем, перевыполнении на 1 миллион в общей сложности. Поэтому представители ОПЕК Плюс приняли решение, что они имеют полное право сейчас удержать стопроцентный показатель верности вот этим обязательствам. И параллельно с этим, не внося каких-либо серьезных коррективов в текущие документы соглашения поднять производство нефти на 1 миллион баррелей. Что касается самой сделки, я надеюсь, вы помните, что именно энергетический пакт, который был заключен в конце 2016 года, стал причиной роста цен на нефть, в результате которых бренд улетел в район 80 долларов за баррель, потому что это соглашение позволило через снижение объемов добычи решить проблему перепроизводства и перенасыщения чрезмерными запасами всей мировой экономики. Поскольку была цель уравнять эти мировые запасы средним значением за последние 5 лет, эта цель реализована. Но сейчас мы говорим уже о том, что соглашение стало меняться. Пусть текущую редакцию сохранили, но этого документа все же вы прекрасно понимаете, решение, которое предполагает, неважно каким образом и через компенсацию чего, все же рост производства, это рост производства, как ни крути. И 1 миллион это показатель, который не то чтобы нивелирует и покрывает ту нехватку сырья из-за резкого сокращения добычи в Венесуэле, но немного даже, скажем, перекрывает показатель. То есть я не стал бы сейчас голословно заявлять о том, что рынок неминуемо окажется в состоянии чрезмерного перепроизводства там уже в кальчайший период времени. Нет. Хотя, честно говоря, учитывая то, что я продавец этого актива, это, пожалуй, был бы самый лучший сценарий, потому что только этот риск мог бы создать хорошие условия для распродаж нефти. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что эти решения, в конце концов, могут привести к таким последствиям для всего энергетического рынка, потому что параллельно с высокими показателями нефтедобычи в США, которые остаются на рекордных показателях, у нас есть теперь и активизация роста добычи в России и в Саудовской Аравии. Поэтому элементарная математика сейчас должна все же брать сверху и позволять нам говорить о том, что производство нефти, в конце концов, все же превысит показатели спроса через какое-то время и создать условия для долгосрочного снижения цен на нефть. Важный момент еще был связан с тем, что сами представители Саудовской Аравии подчеркнули, что точное число баррелей не обсуждалось. То есть выбросили на рынок вот этот показатель в 1 миллион, друзья, но эта цифра, она как таковая нигде не прописана. То есть при необходимости производители могут задействовать больше своих мощностей, которые у них имеются, и благодаря этому довести показатель производства уже в новой редакции выше, чем сверхувеличение производства, чем цифра в 1 миллион. Я думаю, что это вполне может быть так. Поэтому сохраняю свои ожидания по нефти. Считаю, что мы очень скоро, если посмотреть на дневках, выберемся из-за нисходящего канала, потому что этот нисходящий канал имеет довольно оскромный угол. То есть для того, чтобы пройти через нижнюю границу, нам нужно сейчас протестить поддержку 72 доллара за баррель. Я думаю, что по мере выхода из него и будут созданы условия для того, чтобы дальше мы сместились в район 70 долларов за баррель. Рубль 62.78. Дальше идем. Доллар японской иена 109.43. Американская валюта пока что находится под давлением из-за снижения доходности американских облигаций. Десятилетки 2.87. Это минимальное значение за последние три недели. Доллар теряет, потому что растет спрос на защитные активы. Вчера мы видели агрессивные распродажи фондовых индексов. Эта реакция стала следствием на решение США усилить ограничения и обозначить блокировку для прямых инвестиций китайских компаний с участием китайского капитала свыше 25% в те компании, которые имеют статистическое значение для Америки. Это все отголоски, помните, тех обвинений Трампа в адрес Китая о том, что Китай наглым образом ворует технологии. Соответственно, это не первое решение, которое является явно демонстрацией роста протекционизма. У нас решение, которое еще датируется, собственно, прошлой пятницей, как я уже отметил и отмечал в ходе вчерашнего брифинга, то, что все следят сейчас за ответом Трампа, и особенно пристальное внимание к нему по пятницам, когда и проходят перед выходными вот эти интересные сообщения, которые в конце концов и остаются, становятся главными катализаторами для финансовых рынков. Прошлую пятницу Трамп как раз и распорядился рассмотреть возможность установления новых импортных пошлин на автомобили, которые производятся на территории Европейского Союза. То есть за последние две торговые сессии, то есть пятница и понедельник, у нас фон, который больше позволяет и заставляет нас говорить о том, что торговое противостояние, вот эта глобальная напряженность в связи с этим, она сохраняет свою актуальность. И пока что, несмотря на то, что среди нас есть очень много оптимистов, я среди них, я очень хочу, чтобы ситуация немного стабилизировалась, потому что по рисковым активам мы уже практически подобрались к нашим целям. Сейчас было бы неплохо увидеть еще возможности для роста доллара, потому что с ростом американской валюты, фундаментальным, национальным, доллар справится с задачей дополнительного давления на риск. То есть хотелось бы, чтобы отработала большая часть наших долгосрочных инвестиционных идей. По доллару и японской иене рекомендую присмотреться к уровню 109.20. В случае, если снижение этой валютной пары продолжится, этот уровень, как отложка бай-лимита, может стать хорошей возможностью для покупок. Европейская валюта против доллара. Мы детально, кстати, обсуждали перспективы евро еще в ходе вчерашнего брифинга. Повторюсь, то, что евро завершил прошлую неделю довольно неплохо и также удачно начал новую пятидневку. Мы уже выше сопротивления 1.17. Европейская валюта отыгрывает локальную слабость доллара. Европейская валюта отыгрывает снижение долгового бремени для Греции и отчеты по активности в сфере услуга в производственном секторе, которые вышли по еврозоне и ведущим экономикам валютного блока на закрытие прошлой недели. Но сейчас уже эстафета подхватила слабая статистика. Вчера мы с вами разбирали данные по бизнес-оптимизму. По оценке ИФА на 101.8, текущее значение спад с 102.3, оценка текущих условий 105.1, 106.1. ИФА – это не объективный показатель. Я думаю, что является не самым ценным барометром бизнес-оптимизма. У нас для этого есть агентство Институт ЗЮ, вот он позже. Я думаю, что там цифры тоже будут такими же плохими. По перспективам евро не рекомендую рассматривать покупки этой валютной пары, потому что уже отметил, насколько острой сейчас является тема усиления торгового противостояния Штатов. И не только с Китаем, но и с Европейским Союзом. Еще и неделю назад сам Драги отметил, что рост напряженности по вопросам внешней торговли – это, пожалуй, главный риск, который сейчас имеет место быть для валютного блока. Если действительно Штаты примут утешение об увеличении пошлин на европейские автомобили, это в конце концов приведет к серьезным потерям для немецкого бизнеса автомобильного, который является ведущим для всего валютного блока. Соответственно, если эти тарифы будут введены, то стоимость автомобилей европейских на американском рынке вырастет примерно на 10-15 тысяч долларов. Я, по-моему, об этом также говорил в ходе вчерашнего брифинга. Это со ссылкой информация на Бомбер, проанализировали, прочитали они. И, соответственно, это скажется на снижение, скажем, конкурентоспособности этих автомобилей на внутреннем рынке. Ну и приведет действительно к охлаждению вот этой экспортной статьи, экспортной составляющей. Не знаю, кто от этого проиграет больше, потребители, которые присутствуют на американском рынке, либо производители, которые живут за счет экспорта автомобилей на территорию, собственно, Соединенных Штатов Америки. Но, думаю, что проигравшие в числе, проигравшие будут все. Важный вывод, который сейчас нужно сделать, я думаю, вы со мной согласитесь, очень не совсем понятна логика покупки евро с учетом такого новостного фона. Поэтому я не буду совершать оплошность и не буду идти против фундамента. Лишь продолжаю делать акциях на то, что евро остается увеземым инструментом. В качестве ордера на продажу, которому можно присмотреться, целый лимит с уровня 11.1740. Фунт против доллара. Британская валюта понемногу растет. 1.33 сейчас сопротивление. Поддержку фунт получил на слабости доллара. Плюс ко всему трейдеры сейчас готовятся к саммиту Европейского Союза. Он пройдет 28-29 июня, то есть получается в четверг, пятницу. И одной из центральных тем, которая будет обсуждаться, как раз прогресс по таможенным вопросам Брэкзита. Ну, в частности, видел я в средствах массовой информации несколько заявлений Терезы Мэй еще вчера о том, что она полна надежд, что прогресс будет достигнут. Ну, не то чтобы нужно всецело полагаться на эти комментарии, потому что Тереза Мэй говорила, что прогресс неизбежен еще две недели назад, а буквально на прошлой неделе мы с вами говорили о нокауте, в котором оказалась британская валюта, из-за комментариев лидера партии консерваторов, отметившего, что прогресса по Брэкзиту вообще не будет до конца этого года. Фунт крайне противоречивый. Здесь касательно политики нужно лишь придерживаться того факта, что, ну, не может быть все исключительно плохо, потому что уж на фоне усиления протекционизма со стороны США, я думаю, что Европейский Союз сейчас может быть более гибким для того, чтобы каким-то образом сохранить нормальные торговые, таможенные отношения с Англией, чтобы не получить еще одну брешь из-за жесткого Брэкзита и с английским государством, то есть со стороны также довольно крутого партнера, который раньше был частью валютного блока. Считаю, что новые вводные, которые сложились на финансовых рынках, они должны позволять и должны смотивировать участников вот этих переговоров быть более открытыми компромиссу, проактивными или, лучше сказать, дальновидными. Поэтому я сохраняю позитив и, пожалуй, сделаю ставку, положусь на комментарии Терезы Мэй, что к концу этой недели у Фунта может появиться также и локальный политический позитивный фактор поддержки. Помимо этого мы ждем с вами августовское заседание. Вероятность сейчас повышения процентной ставки в августе 50%, а то, что до конца года ставку поднимут чуть ли не 100%. Вот сегодня как раз послушаем о Каферте в 12.30 по московскому времени, ну, относительно скоро. Возможно, он упрочит наши ожидания неизбежного ужесточения политики и поспособствует тому, что пара фунт против доллара продолжит восстанавливаться и нацелится на сопротивление 1.35. По другим валютным парам австралийца против доллара 0.74 с небольшим, недалеко мы ушли от целевого ориентира, поэтому мы ждем, собственно, возобновления распродаж данного актива по новозеландцу. Еще ближе мы к цели, у нас ориентир, где мы будем фиксировать результат продаж 0.68, сейчас 0.68.90, но, собственно, естественно, впереди у нас заседание Резервного банка Новой Зеландии, где, как и всегда, у нас будет уверен масса комментариев, предполагающих важность сохранения мягкой экономической политики, особенно, опять же, в свете вот этого актуального новостного фона роста торговой напряженности в целом в мировой экономике, которая может перерасти в самый настоящий мировой полноценный, полномасштабный конфликт. Рисковым активам сейчас явно не везет, я думаю, что они будут проигрывать, исходя из этого фундамента, и потом, даже когда картина прояснится, стабилизируется, может быть, появится позитив, отсутствие негатива по этим вопросам приведет к росту доллара, а доллар, в очередь, окажет дополнительное одопление на риск, поэтому со всех сторон, друзья, я вижу потенциал для слабости сейчас именно рисковых инструментов. На этом, собственно, все, по основным событиям мы уже поговорили, хорошей вам, удачной, прибыльной торговой сессии, как и всегда заключительное напутствие, обязательно контролируйте риски и не забывайте про уровни стоп-лосса. Это очень важно всегда, но и уж особенно это важно, когда мы говорим о крайне волатильных днях, связанных с наличием на рынке мощного фундамента, касающегося вот этой торговой напряженности. Любая новость, о которой мы, в принципе, не можем быть готовыми, может стать причиной резких движений в моменте, в любую секунду и, скажем, в любой момент времени. На этом, собственно, все. Увидимся мы с вами завтра в 9.30 по московскому времени, как и всегда, на ежедневном брифинге в прямом эфире через перископ. Те, кто просматривает уже запись, напоминаю, что на брифинг, в принципе, актуально практически весь день, поэтому, если нет возможности присутствовать в прямом эфире, ничего страшного, то, что вы обращаетесь к записи на нашем канале на YouTube. Всего доброго, до свидания.